Здравствуйте, мы рады новой встрече. Я приветствую всех, кто ценит здоровье и стремится к здоровому образу жизни. В студии Софья Ковалевская. И смотрите сегодня в программе. Борьба с сахарным диабетом. Чем опасна сладкая болезнь? Это интересно. Увлекательный рассказ о привычных вещах и понятиях. Чтобы память не подводила. Новый комплекс фитнес-упражнений. Ну, а начнем наш выпуск с традиционного видеообзора и узнаем, что произошло в медицине области за минувшие 7 дней. В Оренбурге полным ходом идет подготовка к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. Продолжается иммунизация населения, а также оборудуются стационары к приему пациентов. По информации регионального министерства здравоохранения, за минувшую неделю в области зарегистрировано почти 6 тысяч случаев ОРВИ. Все они вызваны вирусами негриппозной и теологии. Специалисты называют ситуацию не эпидемической. В настоящее время в области привито свыше 630 тысяч человек. В Оренбурге впервые провели операцию на сердце недоношенному ребенку. Хирурги сделали крипирование открытого артериального протока младенцу с пороком сердца. В настоящее время малыш продолжает лечение в перинатальном центре. Сегодня перед медиками области стоит задача получить соответствующие навыки в проведении неонатальных сосудистых операций. Все необходимые технические возможности для этого в регионе есть. Бесплатная диагностика сахарного диабета. В Оренбургской областной клинической больнице прошла акция, приуроченная к Международному дню борьбы с этим недугом. В ее рамках любой желающий смог сделать анализ на определение уровня глюкозы в крови и получить консультацию эндокринолога. Кроме того, специалистами лечебного учреждения были организованы обучающие занятия для пациентов, страдающих этим грозным заболеванием и их родственников. Продолжаем программу и сейчас мы будем говорить о сахарном диабете. Сегодня в мире этим недугом страдает более 300 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, число таких пациентов каждые 15 лет удваивается. Смертность от сахарного диабета занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Что это за патология? Давайте попробуем разобраться. Число больных с сахарным диабетом ежегодно растет. Сегодня в мире насчитывается около 330 миллионов человек, страдающих этим недугом. Причем это лишь те, кому диагноз уже поставлен. По словам врачей, на каждого выявленного пациента приходится два невыявленных. В нашей Оренбургской области находится на диспансерном учете 61 500 человек больных с сахарным диабетом. Из них 15% это диабет первого типа. Остальные проценты 85% уходят на диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа проявляется обычно в детском или подростковом возрасте. Начало заболевания обычно бурное, с развитием кетоацидоза и значительным повышением уровня глюкозы в крови. Лечение сразу начинается с введения инсулина. Других способов лечения сахарного диабета первого типа не существует. Сахарный диабет второго типа сопровождается нормальной или повышенной выработкой инсулина. Причиной развития заболевания является несвоевременное поступление инсулина в кровь, а также снижение чувствительности клеток тела пациента к инсулину. Лечение сахарного диабета второго типа производится препаратами, повышающими чувствительность клеток к инсулину. Пациентам, попавшим в эндокринологическое отделение, подбирается необходимое лечение. Кто-то нуждается в комбинированной терапии, кто-то в инсулинотерапии. Помимо этого на базе отделения работает школа диабета. Наши пациенты, столкнувшись с этой проблемой, с этой болезнью, начинают переживать за своих близких, за своих родственников. И порой их интересует вопрос, а почему у меня возникло это заболевание, что могло привести к нему. На занятиях медики рассказывают о том, кто входит в группу риска возникновения сахарного диабета. Основные факторы риска – наследственность, ожирение, ряд заболеваний, которые способствуют поражению бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина. Вирусные инфекции, нервный стресс, возраст, малоподвижный образ жизни. На профилактических занятиях пациентам отделения напоминают, на что следует обратить внимание, чтобы вовремя выявить заболевания у близких. Сахара много, инсулина мало, энергии очень мало. Вот отсюда у вас слабость, утомляемость, снижение работоспособности. Сухость во рту бывает, жажда, употребление большого количества жидкости. Медики уверяют, если внимательнее относиться к собственному здоровью и выполнять все предписания, то жизнь человека, страдающего сахарным диабетом, будет долгой и комфортной. Ни сахарный не растаешь. В обычной жизни этой фразе мы не придаем особого значения. У эндокринологов и больных с сахарным диабетом она вызывает совершенно другие эмоции. Специалисты не устают повторять. Страшна не болезнь, а осложнение. Как их минимизировать? Что делать, если диагноз уже поставлен? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с нашими гостями. В студии главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Оренбургской области, зав. отделением эндокринологии областной клинической больницы номер 2 Ольга Илюхина и заведующий хирургическим отделением клинической больницы станции Оренбург, кандидат медицинских наук Константин Сивожелезов. Здравствуйте, дорогие доктора. Давайте начнем наш разговор. Тема, думаю, волнует очень большой процент аудитории зрительской. Ольга Борисовна, вот с первого такого, наверное, самого сложного вопроса, связанного с осложнениями, которые сопутствуют с сахарным диабетом. Каковы они и как они проявляются? В первую очередь это осложнения, связанные с нарушением микроциркуляции. Это со стороны глаз диабетической ретинопатии, со стороны почек, почечная нефропатия. Но и касается и макрососудистого русла. Это тяжелые осложнения кардиоваскулярные, это инсульты, инфаркты, тяжелые течения ишемической болезни. Когда и как проявляются первые признаки поражения сосудов конечности? В подавляющем большинстве наших наблюдений первые признаки поражения сосудов наступают у пациентов, страдающих диабетом более 10 лет. Проявляются они в виде чувства онемения в нижних конечностях, изменения чувствительности в сторону снижения чувствительности чаще. Ну и также пациенты ощущают такое чувство, как будто, как они говорят, пересидели ногу, тоже относятся к онемению. Все это связано с тем, что крови по сосудам поступает меньше. Ольга Борисовна, вы вот сказали, что одно из грозных осложнений – это ретинопатия. Вот возможно предупредить это состояние? Надо добиваться тех показателей уровня глюкозы крови, которые ставит врач. У каждого пациента есть свои целевые нормы, к чему он должен стремиться. Если пациент находится в этом коридоре целевых показателей, то и прогрессирование осложнений, оно затормаживается и останавливается. Еще одно из осложнений для больных с сахарным диабетом – это развитие ишемической болезни сердца. Вот нужно ли им знать о каких-то особенностях течения болезни сердца? Очень часто наши пациенты и не ощущают боли в сердце при инфаркте. Очень часто возникают аритмогенные нарушения, аритмии сердечной деятельности. И протекает все очень тяжело. Тяжелее, чем у пациентов без диабета. Как инсульты, так и инфаркты. Диагноз сахарный диабет у нас ассоциируется с еще одной патологией – это диабетическая стопа. Давайте объясним, что это такое. Диабетической стопой считается любое разрушающее поражение тканей стопы у больного с сахарным диабетом. Разрушающий процесс может быть от любой раны, травмы, язвы, ну и вплоть до гангрены. Говорят, при этом осложнении очень важно даже носить правильную обувь и правильные носки. Очень важно осуществлять правильный уход за стопами. Это правда или это из разряда мифов? Да, это так. На самом деле рекомендуется носки носить только из хлопчатой бумажной ткани. Синтетические материалы нежелательны. Что касается обуви, то тоже, да, действительно, туфли, обувь желательно подбирать с широким носком. Что касается ухода за стопами, это тоже имеет большое значение. Так, например, у пациентов с сахарным диабетом не рекомендуется обрабатывать ногтевые пластинки острыми предметами, ножницами, как часто распространено у нас. И не рекомендуется также парить ноги, не рекомендуется обрабатывать их грубыми материалами типа пемзы. Какие первые симптомы диабетической стопы крайне опасны? В принципе, любые симптомы проявления диабетической стопы опасны, так как они чреваты развитием процесса стопей с угрозой всей конечности. Поэтому следует своевременно обращать внимание на любые проявления. Но наиболее, так скажем, грозные и чувствительные – это развитие воспалительного процесса на стопе. То есть это наличие какой-либо раны, отек, покраснение и боли в стопе. Константин Геннадьевич, вот насколько эффективна хирургическая помощь больным с тяжелым проявлением диабетической стопы в вашей клинике? И как можно попасть на прием, на консультацию к вашим коллегам и к вам? Да. Количество высоких ампутаций, то есть выше и ниже колена при диабетической стопе по России достигает 40-60%. В нашей области, насколько я знаю, вот по данному нашего регистра около 50%, в нашей клинике больше 17% не было никогда. Причем в хорошие времена, и мы снижали и до 6% даже эти нежелательные калечащие операции. Достигается это путем внедрения в практическую деятельность опоросохраняющих операций, которые обеспечивают устранение субстрата воспалительного на уровне стопы. Ну, правда, надо оговориться, что для этого нужна еще хорошая сосудистая поддержка. Ну и каким образом можно попасть в поле зрения специалистов? Проблем нет никаких, железнодорожная больница, можно обратиться в приемное отделение по направлению, то есть любой вариант обращения пациентов к нам, мы всегда проконсультируем и найдем с пациентом какую-то возможность приемлемой помощи. Ольга Борисовна, завершая наш сегодняшний разговор, тревожный и интересующий очень многих, каковы будут рекомендации людям, страдающим сахарным диабетом от главного эндокринолога Минздрава? В первую очередь, конечно, следите за собой, следите за своим здоровьем, смотрите за показателями уровня глюкозы крови, больше двигайтесь, отработайте правильное питание, как вам советует врач. Измените какие-то свои привычки, уберите сладкую, жирную, сдобную пищу, ешьте больше овощей, мясо нежирное, старайтесь есть часто, но небольшими порциями. И, конечно, очень важна эта двигательная активность. Вот можете вы сегодня ходить и двигаться, больше гуляйте, не можете вы уже в пределах только квартиры двигаться, тоже двигайтесь. Ну, конечно, смотрите за уровнем глюкозы крови, правильно принимайте решения по тактике, по изменению своей терапии. Если нужна инсулинотерапия, значит, надо вовремя уйти на инсулинотерапию. Будьте счастливы. Спасибо вам большое за ответы и за обстоятельный разговор. Ну, а я обращаюсь к телезрителям. Пожалуйста, не пренебрегайте собственным здоровьем. Контролируйте уровень сахара крови. Следите за своим питанием и образом жизни, ведь многое зависит от нас самих. Каждые 10 лет число страдающих сахарным диабетом возрастает вдвое. Долгое время заболевание может протекать скрытно и опасно своими осложнениями. Инфарктом миокарда, слепотой, гангреной, почечной недостаточностью. Осведомленность, профилактика и здоровый образ жизни имеют решающее значение в борьбе с диабетом. Пройдите диспансеризацию. Проверьте уровень сахара в крови. Обратитесь в поликлинику по месту жительства. Ну, а сейчас наступило время для познавательной информации. В эфире рубрика «Это интересно». Здравствуйте! Вы наверняка слышали о том, что по ощущениям в той или иной точке ушной раковины или ладони можно сказать о состоянии здоровья органов и даже заниматься лечением, воздействуя на эти участки. Так, воздействуя на точку хэйгу, находящуюся между большим и указательным пальцами, можно снять головную боль. В основе такой методики лежит джэнзю или акупунктура, один из самых старых способов лечения, появившихся в Китае во II веке до н.э. Это лечение с помощью физического воздействия на биологически активные точки тела, соответствующие тому или иному органу. Точки акупунктуры — это участки с большой плотностью нервных окончаний и усиленным кровообращением. Они размещены по 14 медианам — линиям, соединяющим поверхность тела с органами. Всего насчитывается около 700 точек. Наибольшее их скопление находится на голове, ладонях и стопах. Акупунктура различается в зависимости от места и способа воздействия. Наиболее часто используют иглоукалывание, термопунктуру, электропунктуру, лазеропунктуру, светопунктуру, герудотерапию и вакуумотерапию. Всего более 30 методик. В России акупунктура впервые использована в 1828 году профессором медико-хирургической академии Прохором Алексеевичем Чаруковским. В Советском Союзе активно развивалось 1956 года, когда был создан специальный комитет по изучению джинзю, а отечественные специалисты Варгалик, Русецкий, Токачинская, Усова изучали методику в Китае. Акупунктура входит в список традиционных методов медицины, утвержденных Минздравом Российской Федерации. Назначается для лечения заболеваний суставов, урологических и гинекологических, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы и точка! Ну вот еще одна любопытная информация заняла свое место в уголке нашей памяти, которую, кстати, тоже надо тренировать. Заучивать стихи, разгадывать кроссворды. А вот наш спортивный инструктор Алена Жук, она сейчас в фитнес-зале, предлагает специальный комплекс упражнений. Алена, привет! Здравствуйте, Софья Анатольевна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Уже давно ученые доказали, что физические упражнения укрепляют не только мышцы, но и память и улучшают внимание. Выполняя физические упражнения в сочетании со здоровым сном и правильным питанием, вы себе обеспечите отличную память. Ну что, давайте приступим к нашему комплексу. Самое первое, нам нужно поставить ноги как можно шире, но при этом задержать баланс. Направьте стопы вперед, так, вперед параллельно, подтягиваем живот, делаем глубокий вдох, и на выдох руки параллельно полу остаются. Так, хорошо. Сейчас будем работать на одну сторону. Разворачиваем правую стопу, обе стопы сейчас перпендикулярны, и опускаемся вниз, давим пяткой в пол, колено сгибаем до положения 90 градусов, угол прямой между бедром и голенью, ровные руки, ровная спина. Сейчас делаем захват за спиной, замок, и уходим корпусом точно вперед, точно вперед. Опускаемся вниз, и макушка устремляется в пол. Теперь отрываем руки от корпуса и начинаем поворачиваться в правую сторону, тянемся макушкой вниз, расслабьте шею макушкой вниз, и руки вверх, как можно сильнее. Сейчас у нас подвижность плечевых суставов увеличивается, отлично. Чтобы вернуться, мы сначала поворачиваем корпус в исходное положение, в середину, опускаем руки, круглой спиной расслабленная шея поднимаемся, и только потом выпрямляем колено. Следующее движение. У нас такое же положение, широкие стопы. Начинаем уходить корпусом вниз, и руки постепенно устремляются к стопам. Тянемся вниз, живот подтянут, и найдите ровную линию от стопы до стопы и середину. Кладем сюда кисть, хорошо, локти направлены назад, и опять макушкой устремляемся к кисти. Спина должна быть круглая, а колени прямые. Тянемся как можно ниже, живот при этом подтягиваем, совмещаем приятное с полезным. Если вы хотите увидеть более расширенную версию нашего комплекса, позаниматься с нами, а также узнать много чего нового и интересного, заходите на наш сайт Орин Информ в раздел о здоровье. Спасибо за внимание. Спасибо, Алене. Ну а чтобы наша величайшая способность сохранять и воспроизводить в сознании прежнее впечатление или опыт с годами не слабело, запомним эти упражнения. И впредь будем выполнять их самостоятельно. В подготовке сегодняшней программы принимал участие Оренбургский областной центр медицинской профилактики. Его специалисты всегда расскажут о предупредительных мероприятиях, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья. Простое слово – профилактика для тех, кто не хочет болеть. На этом я с вами прощаюсь, чтобы через неделю вновь сказать вам «Здравствуйте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин